Состоялось общее собрание Пинской городской организации Белорусского общества инвалидов. На повестке дня – отчет и выборы председателей первичек. О деятельности организации за последние два года и о том, как складывается работа в период пандемии – наш следующий сюжет. Вот уже почти 32 года, как в нашем городе, действует организация Белорусского общества инвалидов, которая сейчас объединяет более 1600 человек, начиная с самых маленьких и заканчивая ветеранами Великой Отечественной. Из-за постоянно растущей численности состава возникла необходимость создать три первички. Наши первичные организации были зарегистрированы Пинским городским исполнительным комитетом в 2007 году. Вот с того периода они и существуют. И мы раз в два года собираем такое общее собрание. На такого рода собрания приглашают всех, кто состоит в организации. Зал намеренно выбрали вместительный в городском центре культуры и творчества, чтобы соблюсти социальную дистанцию и все необходимые меры предосторожности. Во-первых, для того, чтобы инвалиды немного познакомились друг с другом. Познакомились с тем, что делает организация. Получили полный отчет о деятельности, что было, какие планы в организации и отчет КРК о проделанной работе первичными организациями. Предполагалось большое количество участников. Однако в условиях пандемии, да и в силу ограниченных возможностей членов общества, не каждый смог побывать на встрече. Тем не менее, мнения каждого были готовы услышать, в том числе и по телефону. Несмотря на то, что этот год очень сложный и трудный для всех, для каждой семьи Пенчанина, мы, несмотря на это, все-таки продолжали работать. Работали наши первички, выходили, обслуживали инвалидов, помогали где кто чем может, отвечали на все интересующие вопросы. Если 2019 год был насыщенным на различные мероприятия и встречи, нынешний внес коррективы. В большей степени в период пандемии пострадала культмассовая работа общества инвалидов. По понятным причинам, много мероприятий проводилось в удаленном формате. К примеру, театр «Преодоление», ранее выезжавший в разные города и страны для участия в фестивалях и конкурсах, в этом году свои постановки представлял в режиме онлайн. В самом значимом Международном фестивале творчества инвалидов Союзного государства Содружества постановка «Жили-были два жирафа» заняла третье место. Одну из главных ролей в ней играет Владимир Воронин, который вступил в организацию несколько лет назад. Было так интересно, где-то какие-то мероприятия легкие, потом со временем меня пригласили в сам театральный кружок и, соответственно, с этого и началась уже более веселая жизнь, можно сказать. В первую очередь оно дает мне творческое развитие. Жизнь у инвалидов, лично у меня, каждый день, как в предыдущем, можно сказать, один в один разнообразие есть, но все равно течение идет. В Пинской организации Белорусского общества инвалидов у каждого есть возможность реализовать себя. Многие получают помощь и поддержку в решении жизненных вопросов. Можно долго рассказывать о работе общества. Важно, что ее члены не остаются безучастными к деятельности своей организации. На вашем собрании.